всем добрый день меня слышно давайте слышно то отправим правую скобочку вот такой вот и будем начинать так отлично я просто знаю что у нас частники с разных стран с разных часов поясов поэтому мне интересно все ли меня слышат так 5 участников я вижу давайте потихоньку начинать меня зовут андрей дорожный я дата журналист и дизайнер инфографики и сегодня я буду рассказывать про свой опыт связанный с инфографикой с визуализацией а кстати кто-то из вас уже визуализирует данные можете поставить тоже две скобочки я поставлю две потому что я занимаюсь визуализацией если кучу же опыт какой-нибудь так супер это уже какая-то до визуализации улыбки поэтому опыт явно есть вот и сегодня я очень не люблю такие форматы знаете когда ты такой приходишь какой-то авторский вечер какого-то человека нет сегодня просто попытаюсь через рассказывать то что я сам прошел и то что я понял и мне кажется что это очень сильно вы сократила те затраты которые я на это потратил затраты времени которые потратил знаете как типа чтобы я сказал себе в 20 лет вот примерно это такая лекция да что бы я сказал себе если бы занимался инфографикой 10 лет назад то есть чего реально мне не хватало тогда смотрите я начинал работать в таком небольшом вот здесь много всякой информации обо мне да я начинал работать в очень маленьком издании в российском городе город называется череповец он не очень большой там есть как городская газета и вот я там работал занимался инфографикой в черно-белой газете такие еще выпускают в россии вот после этого я работал некоторыми в петербурге сейчас я живу в москве и сотрудничаю тоже с разными медиа и поделываю свой youtube канал но об этом еще чуть попозже вам расскажу и началось все правда с того что я искал себе работу дизайнером так вот это вот картинка почему-то она не показывает на этой картинке черно-белая инфографика давайте буду рассказывать и смотреть на нее суть в том что я искал работу дизайнером и так вышло что я пришел в эту газету прекрасно такие знаете большие полотна а2 огромная газета и там нужен был человек который бы рисовал инфографику а первый мой вопрос был что такое инфографика я тогда не знал что это такое и оказалось что это какие-то картинки которые помогают нам лучше воспринимать ту информацию которые мы даем я рисовал там черно-белые картинки то есть как строилась работа и как она строится и сейчас в изданиях то есть вы приходите как дизайнеры да журналист дает вам данные вы их визуализируете и их ставят к материалу в качестве иллюстрации и вот если в череповце я занимался черно-белой графикой то вот когда переехал в петербург я уже начал заниматься цветной но вот знаете в чем проблема была в том что вот вроде там я делал такие простые картинки тоже не умею рисовать толком имею ввиду вот именно как художество нарисовать и я думаю что вот сейчас я буду делать софт-свете и буду делать все красиво и будет круче но нет то есть по-прежнему инфографика но не вызывала какого-то отклика у читателя да все она была просто неким дополнением к статье то есть вот статья там про рынок меда про только в петербурге меняются игроки или что-то еще но при этом она не не является основным основным месседжем то есть это просто некая картинка которая позволяет читателю войти в текст и она не вызывает того отклика у читателя который я бы хотел и я думаю что может быть делать еще более красивые картинки то есть может быть нужны просто красивые иконки красивые иллюстрации и тогда все будет и я начал делать какие-то более сложные вещи но это опять же не приносило того это отклика у читателя да и она за графика не было такой эффективной какой я хотел бы чтобы она была и вот как раз о том что должно быть такого в инфографике чтоб она резина заработала чтобы она выполняла свою задачу вот и вот она посвящена все вот это вся наша встреча и мы вам в течение нее пытаться вот открыть этот секрет секрет классной инфографики которому на который я для себя открыл по крайней мере и сейчас я так там еще одна красивая картинка просто очень можно много красивых картинок показывать но все-таки интересно разобраться почему так а почему не по-другому и сейчас я хочу чтобы вы рассказали что то есть важно нам для того чтобы понять хорошая или плохая инфографика надо уметь наверное и отличать на начало и вот как вы думаете как вам такая инфографика вот просто ответьте на вопрос считаете ли вы хороший или плохой и напишите об этом в чат все это инфографика моих коллег из если плохая то объясните почему это инфографика моих коллег из центрального банка россии вот у них очень хороший визуальный отдел и вот они создали такую инфографику графика посвящена у финансовой темы посвящена отношению кредитов то есть если инфографика плохая то объясните почему она плохая то есть у нас здесь ну на мой взгляд очень хорошие цвета здесь все достаточно ровно ну то есть с точки зрения дизайна здесь придраться мало есть к чему скорее даже не к чему вот здесь давайте присмотримся в целом то есть здесь показаны результаты вероятно каких-то опросов удобнее была бы круговая диаграмма ну возможно возможно да надо разбираться да это правда и то есть здесь как раз проблема вот этой графики в том что вот мы видим здесь две полоски да например то есть там нужно ли брать кредиты и красная полоска то что говорит про то что лучше не брать их и красная полоска у населения в целом у заемщиков она почти что одинаковая то есть для нас вот как для пользователей разницы вообще никакой по сути дела можно было не делать вот эти графика сделать один этого было бы достаточно и потом там второй вопрос то же самое то есть опять же это две группы но суть одна то есть она ничем не отличается и целом проблема вот этой графики в том что здесь мы не непонятно какой месседж хотели донести до нас ее создателей вот это очень-очень важная штука то есть а что хотел сказать автор что он хотел этим передать то есть если бы хотел сказать о том что вот да действительно кредиты мы берем только в последнюю очередь в случае крайней необходимости не усложняет нам жизнь это можно будет сделать гораздо более компактное гораздо более простой не пришлось как правильно сказала и грим не пришлось бы разбираться да можно было понять с первого взгляда здесь вопрос том какое сообщение и нам хотел донести автор. А теперь давайте посмотрим другую графику. Как вам она? Во-первых, что изображено на этом графике, вы пока отвечаете, я пока расскажу. Это инфографика из статьи Википедии о 17-м съезде ВКПБ, вот этот съезд в 1934 году. И это показаны годы жизни членов ЦК, которые были избраны на этом съезде. Вот, как видите, здесь есть одна закономерность. Вы ее поняли, да? Напишите, это просто очень важно. Что пишите? Инфографика очень простая. Да, а как вы думаете, а почему так случилось? Почему они умерли в одно и то же время? Да, абсолютно верно. Да, это был 1937-1938 год, и большинство из участников этого съезда были расстреляны. Это еще назывался потом «съездом расстрелянных». То есть люди не очень долго прожили после того, как этот съезд был. И здесь мы видим интересную идею. Мы здесь видим очень интересное сообщение, которое хочет донести до нас автор, да? Но при этом реализовано это, ну, так сказать, не очень аккуратно, не очень хорошо, и есть много вопросов оформления. То есть я потом даже переделывал эту графику вот в такой вид. Не, ну, там длинная, что можно скролить. Но суть в том, что вот здесь как раз решена вот эта проблема, да? То есть у нас все отфильтровано по году смерти, да? И получается, мы четко видим, что вот этих людей всех, ну, просто не стало там в седьмом или тридцать восьмом годах. То есть тем самым мы, вот это хорошее сообщение, мы просто сделали его в нормальном визуальном виде. И вот это очень важно. Я вам сейчас показал два примера, из которых, собственно, в них две самые основные ошибки, которые делают визуализации. То есть вообще, что же такое визуализация? Да, то есть мы хотим донести до человека какое-то сообщение. Да, то есть у нас есть, как мы вообще общаемся, как мы коммуницируем? У нас есть один человек, и есть второй человек. То есть, да, там есть коммуникация машины с машиной, машины с человеком, но мы сейчас говорим про то, что мы делаем по графику для людей. То есть есть отправитель этого сообщения, например, я, есть человек, которому я хочу это рассказать, и есть визуализация. То есть визуализация – это такое сообщение, которое я отправляю человеку. И поэтому здесь, если относиться к этому как к сообщению, то получается, есть два основных этапа. И ошибки происходят, собственно, в этих двух этапах. То есть это либо формулировка сообщения, то есть мы сначала решим, что мы хотим сказать. Вот мы хотим сказать, что, вот вы знаете, что большинство участников 17-го съезда ВКПБ были расстреляны в 37-38-х годах. Это вот сообщение, которое мы хотим донести. И это очень простая фраза, которую мы можем сейчас прямо написать, и она будет. Но мы можем перевести это сообщение на визуальный язык. То есть мы можем собрать данные по годам жизни всех участников, да, придумать для этого кодировку в виде вот таких вот диаграмм, Ганта называется, такие полоски, да, и у нас получится, что наше сообщение мы как бы переводим на другой визуальный язык. Вот. А из чего у нас состоит вообще язык? Наш любой язык вообще, английский, русский, любой. Из чего он состоит? Ну, нет. Я сказал сейчас про обычный язык, русский, английский. Я пока не говорю про визуализацию вообще, не про то. Вот, ну, когда учимся говорить, я не знаю, вот если вы учили два странные языки, я вот, к сожалению, да, из слов, из букв. Ну, то есть, как бы мы учимся говорить, да, там, сначала, вот в детстве, там, да, говорим какие-то буквы, потом слова, потом какие-то предложения, потом учимся писать, там, сочинения, ну, и так далее, да, со временем мы там можем хоть и не писать. И, по сути дела, все те же правила действуют и для визуального языка. То есть представьте, что это тоже еще один язык, который мы можем выучить. И в основном, опять же, проблема есть в том, что люди, не зная языка, пытаются на нем изъясняться. Понимаете, да, о чем я? То есть, если мы не знаем языка, то мы будем писать с ошибками. А что происходит, когда мы пишем с ошибками или говорим с ошибками? Люди, иностранцы нас понимают? Нет. Вот. И поэтому нам важно освоить этот визуальный язык. То есть он имеет свои правила, свои буквы, свои предложения. Мы сегодня немножко об этом поговорим, буквально прикоснемся, чтобы просто это понять. Я поделюсь какими-то базовыми вещами и в конце дам список книг, где-то об этом подробно все расписано очень научным языком. Вот. Ну, то есть две основные ошибки. Это формулировка сообщения, мы его формулируем, и мы его переводим на визуальный язык. Все перевели, отправили человеку. Важно еще понимать, что там за человек. Вот. Из этого состоит, собственно, вся, весь секрет визуализации вот в этих двух основных вещах. Сейчас мы будем смотреть, как мы можем это сделать. То есть вообще зачем визуализируем мы данные? Мы там можем с помощью инфографики объяснять, помогать принимать решения, что-то доказать. То есть про доказать, это как раз история вот про то, что про съезд мы видели, да? То есть мы можем сказать так, что большинство участников этого съезда были расстреляны. Да, но если мы соберем данные о их годах жизни, то это уже доказательство. Да, то есть мы не просто так сказали, а вот мы взяли всех участников, смотрите, как большинство из них не дожили, дальше, 38-го года. Тоже интересно. Представить результаты в наглядной форме, да, тоже продать, если мы идем про, там, коммерческую инфографику и про лендинги. Информировать тоже, да, можно, не знаю, представить, что это объяснялки в Икеа, знаете, как собрать там стол, например, это тоже все про инфографику. Процесс работы тоже очень важный, и я тоже хочу про него сказать, потому что часто бывают ошибки, и я тоже сначала ничего не понимал. Как вы думаете, какой самый частый вопрос мне задают, когда я показываю какую-то инфографику? Я прихожу, вы посмотрите, вот инфографика, там, визуальная статика и видео, какая-нибудь гифка, что спрашивают первым делом. Я вообще-то такой, мне кажется, основной запрос на... Ну, и это тоже, да, это вопрос номер два, но вопрос номер один немножко другой. Да. То есть я показываю какую-то там интерактивную графику, вот там что-то нажимаем, там что-то переливается, какие-то стопики. Ну, то есть, что спрашивают люди, когда видят инфографику какую-нибудь, которая им понравилась? Они спрашивают в основном, в каком инструменте это сделано. Вот. И это прям такой основной, основной вопрос. То есть, Андрей, в чем вот это сделано? И это, на самом деле, большая ошибка, потому что, то есть, как вы видите, в процессе работы реализация в инструменте, да, это уже стоит последний, да, то есть это как будто, ну, представьте себе, что вот вы хотите научиться на портопьяно и при этом не знаете ног. Или вы хотите, я не знаю, написать письмо другу в Англии, но вы не знаете английского языка. Вот. Вы пользуетесь какими-то переводчиками и так далее. То есть это может выглядеть очень криво, да. Если вы не понимаете о том, что вы пишете, то, ну, будет каша. И поэтому, то есть, есть куча графики, которая сделана вроде как и хорошо технически, но при этом она не имеет под собой важных этапов работы. Этапы работы, они такие, что, первое, это проблема из реального мира или сообщение, которое вы хотите донести, да. То есть вот мы захотели донести сообщение про этих несчастных расстрелянных, да. Мы захотели сказать, что вот большинство участников съезда были расстреляны. Хорошо. Ну, и вы сделали. Теперь нам надо перенести вот эту проблему в мир данных, да. То есть вот вопрос, откуда данные. То есть мы можем взять, например, годы жизни участников вот этого съезда, да. Мы берем данные, там, не знаю, Википедии, да, там, каждого человека смотрим, смотрим, что там, когда он родился, когда он умер. А собираем эту табличку, у нас получаются данные. То есть мы вот эту проблему перевели на язык данных. Дальше мы выбираем то, как мы будем эти данные подавать, да. То есть какой у нас будет тип графика, в каком это формате будет, да, то есть мы хотим это сделать как статичная графика, либо хотим какой-то интерактив, либо какую-то гифку хотим сделать, либо видео, не важно. То есть мы выбираем ту форму, в которой мы будем кодировать. И уже в конце мы реализовываем все вот это в каком-то инструменте. То есть мы уже ищем тот инструмент, который нам подходит. А в инструментах еще попозже чуть поговорим. И, соответственно, про навыки, которые нам нужны, тоже кратенько предскажу, не буду сильно на этом заотрять внимание. Во-первых, это формирование сообщения, поделение отца, то есть кому, вот кто вот этот человек, который будет получать вот это сообщение. То есть мы хотим, вот я хочу рассказать эту историю такому-то человеку. И одно дело, если это школьник какой-нибудь, который, я не знаю, ему 15 лет, либо другое дело, либо это, не знаю, какие-то серьезные бизнес-дяденьки, какие-нибудь серьезные бизнесмены, которые ворочают миллионами и сидят в своих больших зданиях. Это другая аудитория. То есть мне, исходя из этого, надо уже там выбирать язык, на котором я это даю, и даже визуальную форму. Дальше там это получение данных, ну, то есть это тоже работа с данными, анализ данных, отдельная тема. Основу статистики и расчет показателей, да, хотя бы там базовые знания Excel должны быть. Навыки по выбору типа графика, из чего эти графики состоят, базовые правила дизайна. Мы сегодня буквально очень быстро по ним пройдемся, чтобы просто понимать, что для этого нужно. И, собственно, инструменты для создания графика. Вот. Но прежде чем вообще все в этом связать, нам надо понять вот этот визуальный язык, хотя бы понять, как он работает, чтобы было проще. Да, то есть давайте представим, сейчас просто я покажу вам две картинки очень быстро, а вы скажете, какая из них считывается быстрее. Картинка номер раз и картинка номер два. Какая из них считывается быстрее? Два. Да, картинка, где яблочко, да, то есть вот эта вот картинка, она считывается быстрее. А почему так? Почему вот? Понятно без слов, да. То есть видите, как устроен наш глаз. То есть для того, чтобы... Да, да, образ заложен, образ визуальный. То есть для того, чтобы понять, как работает инфографика, нам нужно понять, как работает наш глаз. и по сути дела любой текст это же тоже кодировка, да, то есть мы визуально кодируем какую-то информацию. То есть у нас вот в этом, в этих наборах символов, да, заложено какое-то слово. То есть глазу все равно приходится обходить вот эти вот буквы, да, их так вот обволакивать каждую, чтобы считать это. И то есть это какие-то доли, секунды, но наш мозг как не сразу считывается. И, а когда мы видим картинку яблока, ну, таки сразу яблоко, понятная, очень быстрая вещь. Кроме того, когда мы говорим про яблоко как слово, оно же может иметь много значений, да, то есть, например, это может быть яблоко как яблоко, яблоко как, в смысле, компания, которая производит телефон, она тоже называется яблоком часто, да, или там Нью-Йорк, да, иногда его называют тоже большим яблоком, или вот город Алматы, да, но тоже, как я понимаю, переводится что-то связанное с яблоком. То есть это все может вызывать какие-то другие ассоциации, опять же, мозгу надо время, чтобы понять, а какое из этих понятий имеется в виду. И поэтому визуальное представление, оно гораздо эффективнее. И вот как раз здесь история про то, почему инфографика имеет преимущество. Вот здесь справа визуализация про то, что пропускная способность каждого из нашего органа чувств, и мы реально глазами видим гораздо быстрее. Вот эта поговорка про лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, она абсолютно данными подтверждается и вот этой инфографикой. То есть глаза гораздо больше информации за меньшее количество времени могут пропускать. Кроме того, инфографика лучше запоминается. Это тоже очень легко проверить. Вот, например, когда вы приходите в незнакомую компанию, у меня бывают часто, прихожу какие-то такие тусовки, и вы можете со всеми поздороваться, спросить, как вас зовут, и потом вы расходитесь, и вы понимаете, что вы не запомнили имя человека. Но при этом, если вы завтра увидите его на остановке, то вы его узнаете. То есть лица мы запоминаем, а текст имя нет. Поэтому визуальная информация запоминается лучше, и поэтому инфографика имеет такое свойство. Даже если вы что-то визуализируете, это уже лучше у человека отложить. Ну и кроме того, визуально привлекательная, то есть она выглядит необычно, у нас есть столб текста, вставляем график, уже вроде как поживее. Ну и инфографики доверяют. Это то свойство, которым, знаете, надо очень аккуратно пользоваться, потому что я часто вижу, что этим могут пользоваться для манипуляций. То есть люди вообще доверяют графике, потому что она исторически связана с наукой. Ну то есть мы вот сталкиваемся впервые с графиками где-нибудь в учебниках, в научной литературе, и поэтому очень важно правильно использовать это доверие. То есть делать действительно графики, которые будут доверять, которые основаны на правдивой объективной информации, вот это очень-очень важно. То есть не надо пренебрегать им доверием, которые у читателя к этому есть. Теперь давайте вот мы с вами немножко поговорили про визуализацию, немножко просто посмотрим, на чем она основана тоже с точки зрения опять же мозга, глаза и все такое. Вот кажется, что да, причем здесь глаз и мозг, на самом деле прям очень важная штука. И сейчас я вам тоже покажу одну картинку, вам надо будет посчитать на этой картинке шестерки. Давайте раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, посчитали? Это не очень, да, такая справедливая игра, согласитесь? Вот. Да, и это такое важное упражнение, то есть да, там было действительно много цифр, но в них действительно были шестерки. Вот и нашему... Так, не слышно, давайте проверим. Давайте поставим смайлик, если слышно. Вам важно для продолжения. Отлично. Все, отлично. Вот смотрите, да, и то есть, когда мы видим эту картинку, мы такие, ну, сложно, да, то есть невозможно. Но если, например, сделать вот так, сколько здесь шестерок? Да, очевидно, да. То есть здесь мы очень быстро можем сказать о том, что здесь сейчас шестерок. Да, такое число достаточно дьявольское, но неважно. То есть, и видите, как это работает, да, то есть с помощью очень простых визуальных приемов мы помогли нам самим, да, посчитать число шестерок. Вот, это очень это очень простая штука. А как вы думаете, а как еще можно помочь нам было найти вот эти шестерки? Как еще визуально можно было это сделать по-другому? Как можно было это обыграть? Или жирно выделить, да, можно жирно выделить. Или в кружок, да, 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 абсолютно верно. То есть вот можно было, например, сделать вот так. Да, ничего нам не мешает, зачем нам вообще все остальное? То есть, если мы хотим показать шестерки, зачем нам что-то другое? Или, да, вот, как правильно было сказано, можно просто обвести кружок. То есть это все такие вещи, да, которые в нашем мозгу очень быстро считываются. И по-научному они называются предвнимательные атрибуты. Звучит очень сложно, но принцип их такой, да, то есть они за счет изменения формы, да, размера или наклона мы можем считывать вот эти части, да, то есть мы лучше считываем вот эти элементы. Они помогают нам выделять акценты, да, и считывать их. Вот, это очень важная штука, потому что эти все атрибуты лежат в основе наших любимых диаграмм. Да, то есть потом все вот эти, там, длина линии, вот эти кружки, обводочки, это все ложится потом в основу для того, чтобы делать из этого диаграмму. То есть на этом, в принципе, все и держится. И поэтому здесь еще важно понимать, что, то есть читатель по-разному, наш глаз по-разному видит разные формы. То есть, если помните, была такая в детстве там иллюзия, что вот рядом стоят два круга, да, и два квадрата. И как вы думаете, у кого проще определить, разные ли они размером? То есть размер кого нам проще сравнить? Круга или квадрат? У нас есть круг. Или квадрат? Надо было сделать слайд, конечно, который это делал, с иллюзиями из детской книжки. Квадрат. Да, на самом деле квадрат определить проще. Ну, то есть так вышло, что человеческий глаз лучше считывает отклонение в размере именно у квадрата либо у двух прямоугольников. То есть если они стоят рядом, вот как здесь, например, на правой картинке, да, то есть это, по сути дела, это барчарп, ну, или столбиковая диаграмма. Это самый распространенный вид диаграммы. И почему он самый распространенный? Потому что человек лучше всего считывает разницу вот в этих размерах. И поэтому вот здесь вот у нас стоит в правой стороне более точное сравнение. То есть это всегда, если вы хотите сделать точную графику, то есть если для вас важна точность, то всегда барчарт, и это такой, знаете, швейцарский лошадь, в деле, инфографики, это прямо всегда беспроигрышный вариант. То есть на втором месте уже идет длина, потом уже идет наклон, здесь же наклон входит и углы, то есть наш любимый там пайчарт или круговая диаграмма. Дальше у нас идут там интенсивность цвета, площади, и дальше у нас идут 3D-всякие формы, о них мы еще поговорим в конце нашего ролика, и оттенки цвета. То есть все зависит от того, что вы хотите показать. Но вот это очень важный слайд, потому что он показывает, как работает наш глаз, то есть на чем он основан. То есть если мы сделаем там цветовую легенду, то она не очень сильно будет показывать нам разницу вот этих показателей. То есть если мы хотим четко показать разницу, и у нас небольшая разница между показателями, как всегда, наш швейцарский нож, то есть столбиковая диаграмма, работает как часы. А еще я просто решил для того, чтобы разбавить нашу теорию. А что изображено, как вы думаете, на этой картинке? Как вы думаете, что здесь изображено? Метро? Нет, не метро. Город. Да, абсолютно верно, это город. Город, снятый из космоса. Какой это город, как вы думаете? Москва? Нет, не Москва. Ну, кстати, похоже, да. Похоже на не Москва, это город в Европе. Нет, это город в Европе. Да, абсолютно верно. Ирнар – это Берлин. И почему это Берлин? Потому что, если вы обратите внимание, то это снимок 2019 года. Да, вот не Рим, Берлин. Видите, здесь справа фонари другого цвета. Видите, да? Да, не такие более теплого, такие эти лампы накаливания. А вот слева у нас такие уже современные фонари. Да, то есть это связано с тем, что раньше, когда-то, до 91-го года, это были две разные страны, да, и они по-разному делали освещение. То есть там были в ГДР были старые фонари, ну, страна была экономически не так развита, а вот в ФРГ уже были новые. И поэтому, то есть до сих пор вот это сохранилось, да, вот эта разница между этими двумя Берлинами, да, оказалось, прошло уже 30 лет, но до сих пор из космоса мы ее видим. То есть это как раз пример визуализации, который можно делать без всяких инструментов. Да, но она показывает важные события, которые происходили в стране, в истории страны на протяжении, там, 70 лет. Не 70, а меньше, ну, ровно. 50. Немножко отвлеклись, давайте продолжим. Еще такая важная штука, есть такое понятие, как гештальт принципа, восприятие, опять же, человека в разных формах. Вот я думаю, что было ли такое у кого-нибудь, что вы лежите 9 летом на таком бугу, и вы смотрите на облака, и видите там разных животных, птиц, зверей, не знаю, там, не знаю, членов своих семей, кого угодно, в общем, все, что угодно. И вы как бы четко видите, вот там медведь, вот там рыцарь и так далее. Было ли у кого-то такое куда-нибудь? У меня было. Не слышно, все хорошо, да? И вот это как раз проявление вот этого гештальт принципа, то есть когда некое целое воспринимается как по-другому, чем эти объекты по отдельности. Потому что даже вот здесь вот на картинке, да, мы здесь видим с одной стороны два лица или один бокал, да, то есть наш мозг, он не просто считывает информацию как фотоаппарат, да, то есть он фиксирует то, что он видит, и все. Нет, он всякий раз пытается внести это в какой-то образ, да, то есть воспринимать объект целостно, воспринимать объекты не по отдельности. И как раз есть такие принципы, да, восприятия, которые нам очень важны, особенно при, когда мы делаем инфографику. То есть есть такой принцип близости, он гласит то, что чем ближе объекты друг к другу, тем мы их воспринимаем как некое единое целое. То есть вы приходите на какую-то вечеринку, да, и вы видите, что там фуршет такой после какого-нибудь события, и вы видите, как там люди стоят вот какими-то кучками, да, не знаю, вот они познакомились, или, не знаю, какие-то семейные пары, либо это какие-то прям люди из одной компании, или там, не знаю, студенты, одноклассники, неважно, да, то есть это вот визуализация вот этого принципа близости. То есть чем ближе, тем мы воспринимаем это как единое целое. Кроме того, вот принципы подобия тоже очень важны, потому что с помощью них мы можем, вот как с нашими шестерочками, да, то есть по сути дела там тоже применен принцип подобия. То есть мы объединяем все то, что одного цвета, в какую-то одну категорию, да, и это, например, когда вы смотрите футбол или какой-то спортивный матч, то вы четко видите участник какой команды перед вами, да, то есть там красный футбол или синий футбол. Это тоже работает принцип подобия. И кроме того, принцип замкнутости, да, то есть как только мы определенные вещи объединяем по, с помощью такой вот, с помощью такого обводки, то мы тоже воспринимаем их как отдельную сущность. Вот это тоже очень важные штуки для того, чтобы понимать, как это все работает, то есть как работает визуализация. Еще немножко вопрос о том, как выбрать тип график, который часто спрашивают его, и я тоже долго не мог этого понять. Ну, есть вот такие специальные таблички и специальные сервисы, которые помогают это делать. То есть даже, в принципе, не имея каких-то фундаментальных знаний, можно сделать с помощью сервиса и выбрать то, что вам нужно. То есть все зависит от вашего сообщения, вы формулируете сообщения и понимаете, какой вам график нужен. То есть вот эта старая методика, придумал такой человек, его зовут Джин Желязный, он работал в McKinsey арт-директором, вот, и, собственно, придумал такую систему. Она очень простая, но она такая рабочая, очень-очень простая, но самое-самое, что ни на есть, практическое. Я еще в конце там оставлю презентации, ссылки на тоже подборку разных сервисов для выбора типа диаграммы. Еще одна важная штука, которую тоже я долго к ней шел, это то, что ваш график, который вы сделали в конце, это же, по сути дела, как мы с вами говорили, ваше сообщение, только приведенное на визуальный язык. И здесь важно нам сделать так, чтобы каждый из элементов этого графика работал правильно. То есть нам важно не забывать про каждое слово в нашем предложении. То есть если вот мы говорили про буквы, да, раньше визуального языка, то вот скорее график это такое предложение, то есть вы фразу хотите сказать. Сейчас вы хотите вот сказать фразу про то, что там на складе экологов больше всего яблок и так далее. То есть и здесь важно вот соблюдать все вот эти правила, да, то есть мы говорим про заголовок. Заголовок это вообще очень важно в визуализации и часто его недооценивают. На самом деле есть, знаете, такие даже исследования. Опять же, я ничего не говорю там. Опыт не опыт, это научные исследования про то, как наш глаз смотрит. Это очень важно. То есть мы смотрим сначала на заголовок, потом идем на легенду и потом на телеграфику. То есть да, это происходит в течение доли секунды, но тем не менее. То есть заголовок это очень важно. Это точка входа. И поэтому там есть разные подходы к типам заголовков. Если интересно, я могу там тоже несколько статей на эту тему скинуть. Много подходов. Но важно, чтобы он был короткий, емкий. Это самое хорошее. То есть лучше, чтобы меньше слов, больше смысла. Потом второе, это, собственно, поле графика. Да, ну, как бы выбирать, мы уже с вами посмотрели. То есть есть специальные сервисы, которые там, в зависимости от вашего сообщения, помогут вам выбрать и графику. Легенда. Тоже часто забывают. Это такой ключ к вашей визуализации, да. То есть такое, так сказать, которое помогает разгадать этот ребус, да. Ребус вашей визуализации. Я скажу так, что самая лучшая легенда, это та, которой нет. Да. То есть лучше пытаться ее избежать, вот, если это можно. Потому что, как вы понимаете, если у нас есть легенда, то человеку приходится глазами проделывать вот такие вот движения от легенды и графику, от легенды и графику. Вот глаза устают, читатель устает и уходит смотреть что-то другое, а не вашу графику. Поэтому об этом тоже важно помнить. Кроме того, оси координат. Да, но здесь можно либо оси делать, либо подписи на столбиках. Мне нравится больше подписи на столбиках, потому что, опять же, меньше работает для читателя. Вот здесь сразу же он видит все ваши измерения. И источник данных. Тоже очень-очень важно. Потому что бывает так, что мы видим какой-то график, он какую-то важную проблему изображает, но у него не подписано, что это задано. То есть одно дело, это какое-то государственное статистическое учреждение, а другое дело, какая-то компания провела опрос на 500 человек. То есть кому я больше доверяю, понятно дело, что проще храмных государству. Поэтому об этом тоже важно говорить. Еще такая важная тема, тоже когда мы на сообщении говорим, то есть с одной стороны нам важно не забыть сказать все нужные слова, то есть сказать вот эти наши элементы, там заголовок, ось, все такое, но при этом нам важно не давать читателю лишнего. То есть мы сейчас живем в мире, где по сути дела у нас идет борьба за внимание, в интернете самый дорогой ресурс – это внимание. И мы должны четко понимать, что мы хотим сказать и не говорить лишнего. То есть не надо читателя перегружать в нужную информацию. И вот есть такая штука, даже, знаете, помните, это бритва Акама называется, может, в школе кто-то помнит, это не надо множить сущности без необходимости. То есть надо стараться быть максимально, обходиться минимум слов, и это же относится к визуализации. То есть вот здесь вот как раз я привожу пример одного и того же графика, который почищенный и не почищенный. Вот и какой график вам нравится больше? Здесь нет правильного ответа на самом деле. Может, кому-то нравится и тот, кто справа, кому-то нравится тот, кто слева, но мне просто интересно. Кому-то нравится чистый график. И посмотрите внимательно. Здесь, например, как раз эта штука с легендой здесь решена. То есть здесь была легенда, а здесь ее не стало. То есть прямо название круп или культур, оно прямо на графике. То есть мы здесь ушли, например, от легенды, сделали прочий заголовок, все подписали. То есть это гораздо проще считывать, быстрее. Опять же, время очень дорого, особенно для читателя. Прям бесценная вещь. Ну и вот это такой просто памятка про типографику, то есть про то, как наш глаз видит. Опять же, у нас есть иерархия, как мы читаем. В зависимости от размера шрифта, в зависимости от того, где он расположен, так наш глаз работает. То есть это прям визуализация прямая того, в какой последователь с ним будем это читать. Здесь как раз заголовок. Там под заголовок инфографики, как легенда, и потом в конце источник. Здесь прямо все работает, прям там, как нам нужно. То есть об этом тоже важно помнить. Это такие базовые правила дизайна, которые тоже нам нужны, потому что мы общаемся с читателем визуально, на визуальном языке. Так, немножко расскажу про инструменты. Вот тоже самый такой больной вопрос. Какой инструмент выбрать, чем мне визуализировать данные. Я скажу так. Вот здесь мужчина, вот как вы видите на картинке, он работает со стамесками. То есть у него очень-очень много стамесок. И вот это такое же можно применять и для визуализации. То есть каждый из вас мастер. Визуализация – это ремесло, как любое другое, оно и так работает. То есть вы ему учитесь, да, и со временем начинаете делать это хорошо или отлично. Об этом все знают. Вы становитесь экспертом в этой области. И вот знаете, для каждого, мне кажется, что есть собственный инструмент. То есть у вас собственный такой резачок, который мы вырезаем нашей визуализацией. Это же касается там любых веб-инструментов для инфографики. И поэтому, то есть важно подобрать тот инструмент, который решает ваши задачи. Да, то есть может быть есть какие-то люди, которые пользуются чем-то другим. Не важно. Не важно, чем мы это делаем, да, но важно, что у нас в итоге получается. И поэтому, то есть я вам дам некий список, которым пользуюсь я. Вот. Я пользуюсь инструментом без программирования. Они имеют свой ряд плюсов, а свой ряд минусов. То есть вы выбираете сами. Но важно понять, что, то есть важно, чтобы вам было удобно. То есть нет какого-то правильного инструмента или самого лучшего инструмента. Нет. Вообще нет. И пока такого не придумали, либо, может быть, даже и к счастью. А вот еще скажу, наверное, немножко про форматы инфографики. Ну, как раз визуализация, которая показывает степень сложности, сложности по времени, по реализации. То есть есть ускортичная графика, кликабельная. Кликабельная – это когда у нас просто есть график, мы наводим на какую-нибудь его часть, и там показывается такая сплавашка с показателем, который есть. Анимированная графика, ну, то есть это видео, либо какие-то гифки. Интерактивная – это уже самое сложное. То есть это та графика, где мы уже можем с ней взаимодействовать. То есть мы нажимаем что-то, там меняются какие-то вещи. Вот. И я покажу просто несколько примеров того, что делали я, делал я с коллегами. Вот, чтобы вы понимали, а в конце я покажу инструменты, которыми все это сделано. То есть там, кроме парочки работ, все сделано с помощью простых очень инструментов. Вот здесь, да, мы делали с помощью такой программы, как Tableau, эту визуализацию. Здесь проанализировано около, там, что-то там миллион в России, миллион названий улиц в России. И здесь выбраны самые популярные названия улиц по региону. То есть вот мы видим, что там в Сибири популярная улица Лесная, там, где-нибудь на севере у моря популярная улица Наберина и так далее. Ну, то есть такие простые карты, они делаются достаточно быстро. Тоже, по-гиджериному умению делаются очень быстро. То же самое, там, другие карты масштабов города. То есть здесь вот как раз у нас сделана карта Москвы по, там, где больше всего дешевых закусочных, где можно дешевле, с большей вероятностью дешево поесть. Вот тоже такая карта для самых бедных. Вот. Да иногда в Москве просто где-то дорого, поэтому нужно найти то, что есть. Опять же, это с помощью сервиса где-то в рейтинге сделано, я про него расскажу. Так. Вот это вот, это такой тип визуализации, называется тепловая карта. И здесь показаны, это маршруты такси. Есть такой сервис солидных автомобилей в Санкт-Петербурге. Вот, он показывает, собственно, данные этого сервиса здесь визуализированы с помощью тепловой карты. То есть, чем ярче вот эти точечки, тем больше туда маршрун приезжало и больше богатых петербургцев туда заглядывало. Вот. Это тоже с помощью картографического сервиса делается. Я тоже скажу в конце, что это такое. Вот тоже здесь пример инфографии. В России проводился чемпионат мира, и мы проводили такое исследование. То есть, нам стало интересно, да, есть разные города, 10 городов, которые проходили чемпионат мира, и нам стало интересно, а выросла цена аренды однокомнатной квартиры. Да, то есть, в этих городах целая низкая цена, потому что они находятся там Москва или крупный город, маленькие города, а как-то выросла за время чемпионата аренда. И вот мы здесь сделали среднюю цену до чемпионата и во время чемпионата. И видите, как здесь интересно оказалось, что вот там в мелких городах прямо цена выросла очень сильно. И мы как раз использовали, я забыл, как называется этот тип диаграммы, признаюсь честно, по-моему, Лоли и Попс, что ли, я забыл, сейчас надо посмотреть. Данные – это объявления. Интересно про данные, хороший вопрос, про то, что мы сначала скачивали данные в арте, да, то есть мы как бы скачали все объявления, посчитали средние, а потом скачали данные объявления в июле, то есть как бы в два раза влазь эта работа, то есть разница в четыре месяца. То есть кажется, что простой график, да, верно? То есть он простой график, показывает какие-то закономерности, но под капотом этого графика, огромная работа, да, ощущение там с разницей в три месяца мы эти данные качали, потом там переделывали и так далее. То есть выглядит просто, но имеет по тобой большой труд. Здесь тоже интересная работа, она интересна тем, что мы здесь собирали телеграм, да, мы собирали данные одного публичного канала в Телеграме, ну, то есть просто собирали текст. Это в Петербурге раньше очень часто закрывали станции метро, и мы посмотрели, как менялось по дням число закрытий станций. То есть такая интересная аналитика, сделана тоже в программе Табло, достаточно быстро. Вот, тоже еще одна работа, которая мне очень нравится, тоже очень простая мысль, а какие чаще всего имена используются там в городе Черепахце для детей. И как вы думаете, откуда здесь данные? Тоже частый вопрос, просто поэтому я спрошу. Да, это было бы классно, если бы ЗАГС давал такие данные, к сожалению, в России все это очень закрыто, и прям я общался с работниками ЗАГС, они говорят, что все это есть, но, к сожалению, эти данные закрыты. Вот, здесь используем такой альтернативный метод, мы скачивали ВКонтакте, да, социальные сети, абсолютно верно. То есть мы взяли город, да, скачали всех пользователей, у которых стоял город в статусе, и посмотрели на его отрождение. Понятно, да, то есть мысли, если человек родился в 80-м году, его там зовут Лена, или там, не знаю, родился в 50-е годах, его зовут там Андрей, вот, мы сделали такую статистику о том, как изменялась популярность того или иного имени. Ну, и здесь такая интересная штука как раз про то, что есть тренд на необычные имена, все там надоело называть там детей как-то по обычному, там типа Андрея, Александра и так далее. Все хотят там интересные всякие имена, вот. Тоже, опять же, очень простая штука. Я скажу так, что это был такой раньше скрипт в интернете, который это собирал. Сейчас, к сожалению, я знаю, как это можно сделать, вот, если вы мне можете потом в личку написать, я могу вам сказать, как это сделать. И вот, я готов в личку ответить на этот вопрос. Это не долго, просто стоит немножко денег, но не так дорого. Можно скачать любой город. Собственно, здесь было скачано 300 тысяч человек. Так, идем дальше. Вот у нас здесь тоже актуальная тема на тему гендерных праздников. Женщины и мужчины в фирмах СПБ. Это мы скачивали данные налоговой службы по там ИП. Да, то есть там ИП или ООО, ну, фирмы. И получалось, где больше женщин. То есть мы искали те сферы, где женщин или больше, или более-менее хотя бы они равномерно распределены. И мы здесь увидели, что женщины, к сожалению, там только в редких отраслях лидируют. Так, в основном, конечно, где мужчины. И тоже, опять же, все сделано в виде такого простого, понятного визуального языка. Так, это давайте пропустим. Так интересно. Вот. Тема тоже в эту зиму очень актуальная. То, что... Это история про факт-чек. Да, то есть у нас был вот такой губернатор, вот этот справа молодой человек такой, и он сказал в 2017 году или в 2018 зимой, что много снега выпало в Петербурге. И он только говорит, а у нас раньше столько не выпадало, поэтому мы к этому не были готовы, поэтому мы его не чистим. Вот. Мне стало интересно, и я проанализировал данные за много лет назад, до 2005 года, и получилось, что были огромные снегопады и до этого. То есть он как бы врал. То есть до этого снег такой выпадал, и с этим справлялись, а в этот раз он решил в нем просто не чистить его. То есть, опять же, да, с помощью цветов, с помощью грамотного использования, опять же, всего то, о чем мы говорили, здесь показана разница, показано различие между тем, что происходит. Вот. Еще покажу один тоже интересный подход. Мне очень нравится. Я хочу вам показать, насколько можно по-разному визуализировать одни и те же данные. То есть, например, вот такая дизайнерка, ее зовут Мона Чалаби. Она работала раньше в The Guardian, это такое английское издание. Вот. Она в Инстаграме публикует такие интересные инфографики, очень красочные, такие нарисованные труки, очень приятный стиль. И здесь как раз вот она делала проект про вымирающие виды, о том, что большинство, то, что, например, некоторых животных в мире осталось так мало, что все они поместятся в один вагон Лондонского метро. Вот, например, там, яванские носороги, их осталось всего 63, и все они поместятся в один вагон Лондонского метро. То есть это очень такая эмоциональная, на мой взгляд, работа, опять же, сделана без использования каких-либо графиков и так далее. Да, то есть она сделана прямо очень не очень просто, но при этом очень впечатляет. Меня, по крайней мере. Вот. Можете потом подписаться, посмотреть больше ее работ по ссылке. Или вот я хочу показать про то, что иногда не важно, сколько вы тратите время на визуализацию, как важен тот посыл, который вы хотите дать. То есть вот здесь, например, эта визуализация сделана за секунду или за две. Да, то есть вот в России там есть проблема по осенью, что не дают тепло. Ну, то есть на улице уже холодно, а в домах все еще тепло. Вот. И есть такой сервис Google Trends, который отслеживает поисковые запросы. То есть насколько часто люди спрашивают ту или иную фразу. Вот. Если посмотреть, например, ввести слово отопление, то каждый год, видите, да, то есть каждый год в сентябре, в конце сентября люди спрашивают внезапно интерес к этому сильно возрастает, когда же будет тепло. Да, то есть отопление начинают гуглить. Вот. И эта визуализация показывает, что это проблема каждый год, и, может быть, пора ее уже там решить, как-то чтобы, знаете, там, при понижении температуры сразу же как-то что-то менялось и, ну, в квартирах. В общем, это такая, опять же, очень быстрая визуализация, которая, опять же, работает, да, потому что она доносит определенный смысл, доносит определенный месседж с помощью визуального языка. Так, еще покажу одну работу, тоже здесь не буду сильно выдаваться, история про климат России, да, то есть у меня были данные про точки на карте, да, и средняя температура в этих городах. И можно было бы сделать, да, конечно, там, вот карту такую с точками, показать, что вот здесь холодно, здесь горячо, но мне стало интересно сделать это более живо, да, то есть показать, как много разных тематических зон в России, где в России раки зимуют, и, то есть, делать такими смешными подписями, которые понятны для любого человека, что здесь происходит. Вот. И, собственно, здесь, ну, то есть, эта работа очень интересно разглядывать, просто потому что она не банальная, да, она, опять же, познавательная, да, потому что она действительно, показывает климатические зоны и описывает их очень таким простым, смешным языком, но тем не менее. И, кстати говоря, даже вот эту работу, по-моему, переводили на английский язык, потому что, ну, она достаточно понятная. Еще расскажу про одну работу в России. Есть такая группа Ленинград. И она, я еще со школы так ее помню, и они славятся тем, что о них очень много лицензивной лексики, песни. И стало интересно посмотреть, а сколько процентов этих слов в каждом альбоме. То есть у нас есть текст и песен, да, и можно проанализировать, а сколько в них процентов этих лицензурных слов. И были собраны все слова, и проанализированы, то есть выделен процент вот этих лицензурных слов, и мы увидели, что, вот, например, там, как от альбома к альбому менялась процент того или иного слова. Да, то есть тем самым мы показали, что, там, в принципе, мата не так много, во-первых, и даже потом Сергей Шнурор запостил вот эту инфографику у себя в Инстаграме и сказал, что там мата маловато. Вот. И, видимо, планирует как-то в будущем это все увеличивать. Вот. И вот потом графика, кстати, попала на такое вечернее YouTube, вечернее шоу в России, называется «Вечерний Урган». Вот как раз Шнурор приходил к нему, и он показывал эту графику, они вместе ее обсуждали. Вот. Это такой интересный просто факт про то, как можно, например, сделать очень простую вещь, и там то, что она, там, ну, имела охват, по сути дела, федеральная. То есть это федеральная программа, ее смотрят очень-очень много людей в России. Еще покажу несколько примеров, тоже так пробежимся. Есть очень много открытых данных, то есть можно делать все, что угодно. Я уверен, что в каждом городе, где бы вы ни жили, все равно есть данные. Я вот, когда жил в городе Череповце, и он занимает одно из самых низких мест по числу этих данных в России, чуть ли там не последнее место, но все равно я находил данные. То есть если вы хотите что-то сделать, это никогда не преграда. Вот, например, на основе абсолютно открытых данных без единой строчки кода сделано вот это видео. То есть здесь показано, как застраивается Петербург. То есть, ну, вот здесь ссылочка на YouTube есть, можно посмотреть, как там год за годом строились эти домики. И вот это пример того, что можно делать без кода, абсолютно без разработки. Опять же, история из той же графики. Вот, допустим, вот здесь, это мы делали про Москву уже, это мы сделали с программистами, вот этой осенью этот проект. То есть здесь мы уже можем перетаскивать этот бегунок, тоже интерактивная у нас графика, и смотреть на то, сколько было, то есть какие дома появлялись при каком правителе. То есть вот у нас там есть, там, дореволюционная Россия, есть там 20-й век, есть, например, вот там, при мэре Лужкове, да, что было построено. И человек так может двигать и взаимодействовать с этим. Но, опять же, я говорю, это уже сделано в команде, то есть здесь уже использован код, и, к сожалению, я большинство, то есть я только скетчи нарисовал, а все остальное доделывали очень умные люди, которые знают код. Опять же, да, можно делать без кода всякие сервисы. То есть вот я говорил про сервис Табло, и можно делать, в принципе, такие мини-мини сервисы, которые позволяют там разные вещи показывать. То есть вот, например, мы собирали данные о продаже кошек в регионах России, то есть там про там кота, какой он породы, и мы смотрели на то, как у разных, каких кошек продают в разных регионах. Вот там в Петербурге продают беспородных кошек больше, а в каких-то регионах других и так далее. То есть это вот все про то, что мы можем делать, опять же, без кода, без программирования. Вот здесь тоже такая графика, к сожалению, не работает. Почему-то гифка. Окей. Здесь на самом деле гифка, анимация показывает, как менялась возраст жениха и невесты при вступлении в брак. То есть здесь вот, ну, если бы здесь была бы гифка, то она показывала бы, что средний возраст увеличивается, да, то есть, ну, люди все позже женятся или выходят замуж. Вот это тоже все можно сделать в программе Tableau без программирования. С помощью просто делаешь анимацию и скринкастом, то есть запись ее экрана, это сделано очень просто. Да, здесь, опять же, тоже еще один интерактив. Это мы делали марки российского крафтового пива. Здесь тоже можно зайти, покликать, и по клику на каждую точку открывается то или иной напиток. Еще одна, например, тоже, мы вот не говорим все про новостную графику, но я говорю про то, что инфографика можно использовать в бизнесе. Вот мне очень нравится вот эта инфографика Сбербанка, ни в коем случае не реклама вообще. Вот мне просто интересно. То есть это калькулятор пенсионных накоплений. И здесь вы можете вести там свой возраст, свою зарплату, сколько вы хотите откладывать. И, в общем, если у вас будет время, можете поиграться. Там очень забавно, что вот это, ну, то есть, есть вы, как вот сейчас, да, сколько вам там лет, и есть вы в будущем, и там, в общем, чувак этот старенький изменяется. Это очень забавно. Меня очень всегда улыбает. Особенно, если вы смените полный женский, там еще много интересного. В общем, посмотрите, как будет время. Тоже очень люблю эту работу. К сожалению, почему-то у нас гифки не работают. Очень плохо. Работа, это сделано не мной, конечно, уже. Это очень умные люди делали. И они делали работа, называется «How to fix a toilet», «Как починить туалет». И здесь интересно в том, что это, опять же, вот на основе сервиса Google Trends, который я показывал, вот, про отопление. То есть он отслеживает, что ищут в определенных странах и как часто это ищут. И здесь визуализация построена на том, что вот вы вводите название страны, то есть там, не знаю, Россия, все что угодно. И он показывает в зависимости, то есть размеры вот этих предметов, они меняются. То есть, там, не знаю, может быть, раковина станет большой, потому что чаще всего ищут, как починить раковину. Или там, если ищут стиральную машину, как починить, то она будет большой. Ну, в общем, такая интересная игрушка. Я тоже советую с ней поиграть. Она очень забавная. Вот. Еще очень важная тема. Как раз у нас встало время поговорить про типичные ошибки. То, что я чаще всего вижу, и то, что меня, например, больше всего бесит в инфографике. И я хочу, чтобы вы прям такого не делали вообще никогда. Вот это такие самые банальные вещи. Во-первых, это 3D-графики. Мало того, что они плохо отображают действительное значение показателей, они еще и плохо считываются. То есть, вот, там, пример таких графиков. Они особенно часто были, когда в Excel старой версии у нас было по дефолту, были графики все 3D. И, к сожалению, очень много людей выросло именно на таких графиках. То есть, все это происходит из-за того, что, вот, если мы делаем ровный, да, кружок, то у нас будет угол изображать адекватное значение данных, да, показатель. Но если мы положим, сделаем нашу круговую диаграмму в 3D, то у нас будет искажение, да, то есть у нас будет неадекватное отображение того, что происходит в данных. И поэтому 3D-пайчарты это вообще никогда нельзя использовать. Просто табу. Вот. Можно, например, вот взять и справить. Взять, не делать из этого 3D, сделать обычный, и будет адекватно изображать то, что происходит в данных. То же самое это касается всяких фантазий со столбиками, тоже много такого есть. Просто делайте и все. Еще бывает часто так, что неверный тип графика выбирают. То есть, например, у нас есть вот какой-то опрос, да, то есть оценка уровня жизни. И вот здесь как бы есть какие-то процентные, в процентах число респондентов, которые ответили те или иные ответы, и здесь, ну, выбран неверный тип графика. То есть здесь можно, конечно, использовать и круговую диаграмму, вот. Но мне здесь, наверное, больше нравится барчар, потому что он лучше показывает, опять же, соотношение этих категорий. И вот мы превращаем этот график в понятный, простой, и его очень легко считывать, очень легко понять, что хотел сказать, опять же, автор. Да, и, ну, например, здесь автор хотел сказать, что мигранты, да, говорят о том, что в России жить лучше. Вот. Это тоже такой важный. Да, я сейчас вот как раз дойду, мы сейчас с ошибками закончим. Я вам прям скину список ссылок на сервисы, которые позволяют выбрать тип диаграммы. Окей. Айгеринды. Еще одна важная ошибка, которую часто делают – плавающий ноль. Ну, то есть бывает так, что у вас, например, есть несколько показателей, и они достаточно близкие по размерам, и всегда есть соблазн как бы обрезать график, ну, то есть делать его только воверхушечку. Но это очень плохо, потому что, ну, вот, например, мы сравниваем население Казахстана и Узбекистана, да, и, то есть у нас есть вот наш график вот такой, а есть график срезанный. То есть, видите, здесь ноль, не ноль, а пятнадцать, да, и, то есть тем самым у нас получается неверное соотношение вот этих вот показателей, да, то есть мы видим, что они выглядят по-разному. Вот. Это очень важно, то есть это считается манипуляцией, поэтому нужно ставить, чтобы ноль был всегда нулем. И это очень-очень важное правило. Да, вот здесь мы видим, что ноль не такой. Использование цвета. Тоже часто бывает так, что я вижу вот такую штуку, то есть по какому принципу здесь это все раскрашено, непонятно. Всегда цвет, если мы говорим про там показатели и визуализацию показателей, чем темнее цвет, тем больше показателей. Вот. Но здесь это очень-очень непонятно. То есть мы можем просто исправить и сделать вот такую графику, да, то есть тогда мы будем четко понимать, в каких областях, где у нас больший показатель. Вот. Здесь мы видим, что вот это вот здесь. Можно подписать, конечно, области, но принцип такой. Или, например, бывает так, что вот мы сделали пайчарт, и вот он у нас такой. Я думаю, что многие с таким сталкивались. Часто бывает такое подскакивает. И как здесь можно это исправить? Как вы думаете? Как мы можем вот эту вот проблему, проблему это избежать? Да, можно так, например, правда. Да, если у нас есть задача показать гласные-согласные, почему нет, можно объединить. Размерами букв. Можно, да, можно тип другой годировки использовать, да. Почему нет? Можно так. Еще будет вариант, послушаем. Интересно. Только самое частое показать, да. Ну вот здесь вот я как раз использую вот этот последний метод, то есть показать самое частое, а остальное сделать прочим. И то есть при этом мы показываем топ, и остальное мы оставляем на такое. Ну, если у нас интерактивная графика, то можно поизучить, но так мы оставляем как более простые вещи. Так, инструменты визуализации наконец-то добрались. Вот, я хочу рассказать про три вещи, которые нравятся мне. Начнем с самого простого. Это Data Breaker. Это такой немецкий инструмент. Он очень эффективный, очень простой. И он делает классные графики, интерактивные. И суть в том, что когда вы, например, можете скопировать ссылку и вставить ее на свой сайт. И даже когда у вас человек будет смотреть в мобильные версии, этот график тоже корректно отображается. Все это очень важно, потому что до половины трафика у вас идет с мобильных устройств. Поэтому рекомендую всем использовать, если начать лучше, с Data Breaker. Он такой простенький, доступный. Посложнее. Это Flourish. Очень крутая штука. Это сделан американский стартап. Он сделан специально для редакции. Его купил Google не так давно. Вот. Этот инструмент позволяет тоже делать очень много видов диаграмм. Он немножко посложнее, чем Data Breaker, но, опять же, несложно. Дело нужно освоить, опять же, без программирования, делать очень-очень много интересных вещей. Опять же, с хорошей мобильной версией. Я прям считаю, что пока это самый, на мой взгляд, лучший инструмент для визуализации вообще в мире. То, что есть. И Tableau. Tableau – это такой инструмент BI, инструмент бизнес-аналитики. Он посложнее, потому что он совмещает в себе как инструменты для анализа данных, так и инструмент для визуализации. То есть он позволяет и анализировать данные, и одновременно их визуализировать. Вот. Но он требует определенных навыков. Вот. И ему нужно учиться. То есть его нельзя так просто взять и начать в нем что-то делать. Надо с ним позаниматься. Вот. Ну, тоже все реально, все осуществимо. Вот Data Breaker, Flourish, потом Tableau. Вот. Можете начинать с Tableau. Как угодно. Как вам нравится больше. Еще скажу несколько тоже про карты, инструменты. Опять же, в этих во всех Flourish, Tableau, Data Breaker тоже есть карты. Они, ну, не очень такие, чтобы сильно хорошие, но они там есть. То есть его тоже можно использовать. Есть Google мои карты, есть сервисы вот карты Mapbox. И есть такой самый продвинутый сервис Kugis. Это уже прямо для тех, кто умеет классно, ну, такие, он профессиональный. То есть я туда просто заговору, чтобы какие-то определенные операции делать, но сам по себе он такой сложненький. Вот. Но все равно я думаю, что если вы хотите, вы сможете это все освоить. Вот. Это тоже в презентации все будет, можете посмотреть. Вот. Я оставлю тут несколько всяких интересных ссылочек, да, на то, что я считаю важно почитать. Да, то есть здесь в основном, конечно, книги на английском, но, как бы, они достаточно доступные, достаточно понятные. Что еще? Можно еще посмотреть всякие сайты, где очень много красивой идти по графике, и просто вдохновиться, может быть, что-то использовать для себя. И, как я и обещал, я вот с... Был вопрос про то, как выбрать тип графика. Вот есть сервисы по выбору диаграмм. Они разные. Есть DataVis Catalog и другие. А это надо, наверное, уточнить у организаторов. Но я думаю, что мы передадим всем участникам, кто был, то мы передадим презентацию. Вот она будет. Вот. Соответственно, можно выбрать тот тип визуализации, который вам нужен. Причем это с помощью этих сервисов все делается. Вот. Я еще скажу про несколько проектов, которыми я сейчас занимаюсь. Во-первых, я завел такой смешной Инстаграм для всяких графиков. В этих графиках я пытаюсь ну, то есть визуализировать графики про свою жизнь, да? Про твою жизнь. Здесь я визуализирую в шуточной форме всякие явления нашей жизни и стараюсь делать это, ну, это не банально, интересно. Вот. И если интересно, то подписывайтесь. Вот. И самое главное, то, чем мы сейчас занимаемся, мы сейчас занимаемся YouTube-каналом, тоже, где мы соединяем, по сути дела, практики и анализы данных, визуализации и видео. То есть мы пытаемся все это объединить в виде таких рассказов про явления нашей жизни. Поэтому тоже, если вам интересно, посмотрите. Если интересно, то попишитесь. Вот. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, то я готов их послушать, ответить. Я вижу тут вкладку «Вопросы». Мне боится, я нажимаю, что она может перевести. Все. Все хорошо. Про паузу? Все. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому я хочу пожелать вам всем удачи и самое важное, правильно формулируйте ваши сообщения, учите визуальный язык и я надеюсь, что вы достигнете успеха в визуализации и я буду рад все ваши работы увидеть и на них посмотреть. А я с вами прощаюсь, и все, всем пока. Пока-пока.